всем привет из нашей супер дождливой станицы нашего мокрого края прекрасного краснодарского края вот такой он зимой прекрасный пора наверное уже учиться квакать у нас да вы поняли что у нас дожди дожди бесконечно но мы не унываем и когда бывает у нас свободное время более-менее сухой день бежим сразу делаем домики уткам с павлином и мы почти закончили опять таки тоже не сто процентов потому что нужно продумать там обогрев и крышу до конца но пока вот хотим помочь уточкам разместить максимально комфортно племенные семьи и вот смотрите редко уже до встретишь серебро всех лаванда вот он нашла точнее не нашла это меня нашли соседней улице девушка любезно согласилась поменяться на уточек вот на такого селезня серебро сейчас мы взвесим он очень хорошего веса нам нравится как поэтому может быть у нас будет семья серебро на парень давай ноги твои где сейчас сейчас мы его положим на весы еле дотащила тихо тихо весы не ломай лежи лежи спокойно спокойно парень молодец такой был почти ручной но я конечно для него чужая вот видите какой шикарный парень там хвост еще стоит у тебя так что вполне возможно я думаю что возможно планирую чтобы у меня была еще и серебристая семья две серебристые уточки у нас есть да вот теперь парень парня не было поэтому они сидели с черным теперь у нас есть серебристый селезень тихо тихо такой буйный пока на новом месте конечно переживает побежал пока поживет он на огороде чтобы его никто не обижал тут у нас есть малыш один белый и каюги больше никого а потом мы его поселим с уточками вот одна наша сереброшная уточка 2 более своенравно это такая покладистая вот тебе жених новый девушка смотри какой красивый хороший парень ну пока грязно здесь посидите пока здесь но тут свободно она не на моих грядках спят ночью там же чисто не знаю что с ней делать ничего научишься так что будет у нас серебро вот он идет соседи там пищат на вот вторая дамочка более своенравно и ну не знаю живетесь я надеюсь это ваше временное тут пока обиталище пока мы там не разберемся дожили что у нас серебра меньше чем лаванды да бывают времена но серебро растет покрупнее поэтому стоит заморочиться ну все оставайся парень оставайся парень с нами может будем мы серебром ошалел пока что от них от всех на сколько много уток вокруг что с ними делать теперь вот он сереброшный переночевал он там 2 2 девчонки его пошли проверять новый дом успели вчера дом 1 сделать еще соломы там загрузила и остальные домики немножко так сделать как это сказать более интимными вот соломы всем разложила сейчас пройдемся поглядим вон они две серебро девочки у меня там есть и вот он мальчик новый а там лаванда через сетку с ним запасной домики простые из осб внизу пол есть у домика то есть там солому я положила сверху шифер потому что шифер не греется летом и поддон чтобы этот домик не ушел в грязь по самое не могу и не портился ну вот так вот да девчата выходите мы хотим вас посмотреть не хотят скажи наконец-то нам дали дом вот а там у меня просто видите пока индюки обитают поэтому к сожалению некоторые индоутки будут в поле жить в домиках пока это время вот этим домик вот так тоже сделали чтобы было потеплее внутри если прятаться а эти уже соломы растащили этот с трудом крадусь с трудом крадусь чтобы не завалиться он рады соломе да что вы с ней делаете кушаете или что и белым вон какой большой домик мы поставили он тут уже давно стоит просто его сделали чтобы у него был было дно было крыльцо как бы солому внутрь положили вот девчата гуляют селезень где-то сзади наверное все грязные уже топчутся походу нравится руанкам солома что вы там прямо все угнездили все топтали все и вот еще у бегунков тогда аккуратно мы идем тоже вам понравилось да вот такой домик тоже чтобы зайти чисто яйцо снести и все сидеть я не думаю что они будут прямо качественно высиживать он мой жених жених мой красивый так его любят девушки все танцуют перед ним он тут самый уважаемый мужик хотя тут пока совмещены у меня и белые и орликины и цветные пока до февраля а вторая семейка белых живет далеко от утятника вот в этом домике опять-таки не могу сказать навсегда или нет вот мой любимец ходит все еще немножко хромает но уже такой хорошенький вот там домики пол линолеум и солома еще там есть окно из поликарбоната то есть принципе можно жить мне там жили бегуны раньше из-за того что дождей много и пока морозов нет сырость лужи кроме тазиков и ведер поэтому никаких пропоек пока не делаю я не могу их изолировать от этого дела вот в утятнике я могла бы закрыть их всех четыре семьи да и там есть поилки а вот остальных как тут сделаешь поэтому пока ждем конца января где-то там будет у нас уже холод холод и тогда буду пропаивать и там глистогонит то все общем всякие такие дела пока эти живут здесь домиком особо не пользуются просто рядом стоят девчатам похоже тут понравилось больше чем в крытом утятники сидеть до в квартире вот так вот им больше понравилось даже не убежали ни разу за два дня что интересно что красавец 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 пока в шоке не хочет он со мной общаться маши маме ручкой этим подкинула свежей соломы мне кажется они едят наверное коротышки что вы там делаете внутри о стоят выходите кря 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 уточки 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 сидят осталось все этим руанком сделать домик каждой семье и хипстеру и вроде бы все а этот домик уйдет бегуны тут будет жить потом летом но не летом весной начиная да будут жить цветные бегуны здесь да им останется этот домик им как раз подойдет и руаночка вот такой тазик перевалил привалило счастье танцует танцует чистят свои пузы и и Ааааааааа! Аааааааа! Прикольно так говорят, такие как собачьи конуры, но ладно, как есть уже, на что есть возможность. Видите, такой сырости у нас еще есть. Такая проблема, похоже, нарисуется. Вот у меня была черешня, я ее тут уже четвертый год пытаюсь лелею, но походу ей все уже. Весной с нее толку не будет. От сырости она вся позеленела вся. И вот здесь вот будем делать желоб, трубу вот в эту реку. Еще плюсом здесь нужно нормальный мост. Я даже думаю, что какой-то с перилами. Это тоже весь развалился. Вот, симпатичный, с перилами. Канавку эту углубить, чтобы туда вот вода убегала с участка. Вот такая вот проблема. Сырой участок и климат такой же зимой. Нам сегодня обещано опять, сегодня и завтра сильный дождь. МЧС написал. Внутри утятника я, чтобы уменьшить сырость, переделала чашечные поилки. Уже они и сломали, во-первых, одну, а замены нет. И сырости много. Сделала вот такую. То есть вполне нормально попили. Грязь разводить негде. Вот тут песок и так сырой. Чтобы поменьше было сырости внутри помещения. А еще я посадила вот так вот плющик. Надеюсь, он прям так красиво будет все там это расти. Распределим. Петух, уйди, мешаешь. Вот. И что еще? И почему я, значит, вот здесь вот не строю, например, нечто такого утятника, как у меня уже есть на четыре семьи. Просто потому что я не знаю. Вдруг я буду держать меньше уток. Вдруг я буду, значит, вообще без уток. А вообще у меня еще есть две теплицы. Я планирую когда-нибудь одну из них перенести куда-то вот в эту сторону. Здесь я ничего не сажаю. Полоса такая метра три. Свободная. Если что, можно переставить сюда. У меня есть теплица еще. То есть когда-нибудь, может быть, я построю красивый курятничек для маленьких пушистых кур. А уткам перенесу теплицу. Поэтому, чтобы себе как бы не строить тут слишком основательные строения, которые требуют материальных затрат. А потом неизвестно, нужны они будут или не нужны. Поэтому я так не делаю. Все у нас вот так будет пока. Удобно. Захотел – перенес. Захотел – починил. Захотел – переставил там. Убрал совсем. Сегодня у нас солнышко немного. А так до этого был дождь целый день. И до этого был дождь. И позавчера. В общем, вот такое у нас веселье. Вон бегункам домик и поддоны поставили. Почти всем поставили домики и поддоны. Вот. Хотя лужи есть. Но суть в том, что лужи не лужи. А наш канал в конце участка, видите, он уже полный. Его глубина. Когда-то мы ходили туда с мужем. В общем, выше человека. Там метра два. И вот там, кстати, канал тоже вот тот, который приходит, тоже блестит вода. В общем, вода набирается. А зима еще в разгаре в самом. Что мы будем дальше делать. Все наши хозяйственные ямы тоже уже полные водой. Вот такая печаль. Д .. О-о-о-о! ХО-о-о! Р weakest-оу? Ру-оу! В общем, трудимся мы над тем, чтобы у каждого было какое-то теплое помещение, уголочек. Вон они, девчата, как им понравился дом. Е-мое, вчера только сидели в большом утятнике, вот наш новенький начал мыться, купаться, нашел. Ну, чтобы просто могли посидеть на палетах или в домике. Конечно, обогревать мы всех не будем, электричеством, печками мы не пользуемся. У нас тут морозы небольшие, но у уток все равно должна быть какая-то защита. Куда-то нужно свое приложиться, посидеть, погреться, посушиться, да? Молодец, купайся. Вот мы над этим работаем. Осталось у меня, наверное, по-моему, два домика. И все будут с домом, с квартирами. Все, спасибо за просмотр. Пока-пока.